Элегантной и редкой, даже реликтовой среди остальных можно назвать породы Анатолийская овчарка. Она появилась несколько тысячелетий тому назад на территории Западной Турции. Относительно предков историки-кинологи спорят до сих пор. Единственное, что их объединяет, это белый окрас, присущий многим пастушьим породам собак. Особенный уклон в отношении миграционного направления идет на Венгрию и Италию. Мнения ученых разделены, либо белые пастухи – коренные европейские собаки, либо они были завезены древними римлянами из Малой Азии. Какие бы ни шли дебаты, но теперь эти собаки названы «акбашами» в переводе с тюркского и турецкого «белая голова» и закреплены за Турцией как исконной родиной. Стандарты же породы признаны лишь объединенным клубом собаководства. Работа по оформлению всех официальных документов велась на протяжении года. Многие европейские клубы не желают признавать эту породу как отдельную от других. Изначально акбаши использовались для охраны овечьих хатар. Эта традиция сохраняется в Америке уже с 1970 года. Их окрас идеально подходил для маскировки среди невинных овечек, являющихся потенциальными жертвами для хищников и белых снегов горной местности. Поэтому назвать анатолийскую овчарку «маленькой» или «средней» язык не повернется, ведь ее рост может достигать до 80 сантиметров. При этом весить животное будет не менее 60 килограммов. В зависимости от местности эти пастушки овчарки еще в древние времена были разделены на гладкошерстных, длина волоса средняя, шерсть прямая, блестящая, жесткая и длина шерстных. Здесь шерстяной покров густой с подпушком, волос длинный, волнистый и мягкий. Акбашам, как и многим другим представителям пастушьих пород, хвост не купируют, а уши треугольные формы прилегают к большой голове и во время схватки с диким зверем не являются уязвимым местом. Стоит отметить, что несмотря на свою альбиносость, глаза у этих собак карево от света, поэтому видят они хорошо. В современном мире представители этой породы являются в основном сторожевыми и служебными псами, живущими в больших семьях за городом, где есть простор. Но брать этих собак не стоит слабохарактерным людям. Из-за своих инстинктов анатолийские овчарки будут устанавливать свое превосходство, поэтому доминирование над хозяевным и маленькими детьми рекомендуют пресекать с чинячего возраста. Самым трудным моментом в дрессировке отмечается период от 6 до 12 месяцев. Кроме ухода за шерстью и соответствующего кормления, запрещаются любые кости, шкурки, жирные и сладкие продукты, предпочтение отдается молочным продуктам. Хозяева должны попытаться социализировать собаку с раннего детства, знакомя ее с множеством людей и животных. Иначе на свою территорию Акбаш не пустит никого, ни человека, ни животного. А такое поведение чаще всего является проблемой.